Это проект Смотри Хабаровск в студии Виктория Зыкова. Кем я хочу быть? Этот вопрос задает себе каждый школьник, начиная уже класса с 8-го. Помочь ответить на этот вопрос призвана профориентация. О ней поговорим. У нас в гостях первый проектор Хабаровского краевого института развития и образования Ольга Хмара. Ольга Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, профориентация в общем смысле, в глобальном, что это такое? Наверное, в общем глобальном смысле, когда мы говорим про профориентацию, мы в первую очередь имеем в виду возможность выбора. Выбора правильной профессии, понимания себя, момент того, что я могу себя услышать, себя понять и сделать тот выбор, который для меня максимально комфортен. В этом профориентация – это влюбление раннее в свою будущую профессию, большое количество профессиональных проб ранних, даже с 6-го класса начиная, и поиск себя во взрослой жизни. Кто задействован в профориентации? То есть ведь это не только школьники, это и учителя, это и родители, так или иначе, скорее всего, какие-то и другие структуры. Да, безусловно, профориентация – это такой очень большой пласт жизни ребёнка в школе. В первую очередь, это сам ребёнок и его родители. Никто столько времени не проводит с ребёнком, как его любимые взрослые рядом. Никто не влияет на его выбор так сильно, как родители. Потом это те педагоги, кто находится рядом в школе, педагоги-навигаторы в рамках проекта «Билет в будущее», профориентологи, если в школе есть такая профессия, да, это прекрасные люди, которые могут помочь понять себя, сделать выбор. И, безусловно, вообще вся школьная команда. Ведь когда мы приходим в школу, главное не выучить историю математику или физику, а понять, а что с этим предметом будут делать в своей взрослой жизни. Поэтому это все те взрослые, ответственные, влюблённые в детей, кто находится рядом с ними. Ещё очень важное направление здесь – это наши работодатели. Те предприятия, которые есть на территории Хабаровского края. Именно они показывают ребятам, а как эта профессия выглядит по-настоящему, вживую. Они приходят не только на экскурсию, посмотреть глазами, как это, но и они очень часто, именно на предприятиях, проходят свои первые профпробы. Попробовать руками, прикоснуться к профессии. Поэтому без работодателей проекты по профориентации, они на самом деле-таки неполноценными получаются. Но вот в школе это как-то работа организована, то есть есть специальные программы, утверждённые программы профориентации в школе. Вы сказали, что есть профориентологи, это вообще кто такие, я первый раз слышу эту профессию. Или в школах этим можно в принципе не заниматься, и по большому счёту это проблема родителей, кем станет его ребёнок. Или это не так? Ну нет, конечно, это не проблема родителей, это проблема, это вообще не проблема. Это очень интересное поле, в котором можно развиваться не только детям, но и педагогам. Безусловно, в каждой школе есть программа профориентации для школьников, начиная с 6 по 11 класс. Это, как правило, неурочная деятельность, либо какая-то другая форма, которую школа для себя выбрала. Но это не отдельные события, это большой годовой план, в котором есть и событийные вещи, и уроки, и внеурочная деятельность, работа с родителями. Поэтому это такой очень продуманный, планомерный, шаг за шагом работа в течение целого года. Тем более в этом году школы войдут в проект профориентационный минимум. У них есть определенные параметры, которые нужно выдержать, и в этой ситуации школа еще больше погружается в этот процесс и выстраивает очень правильные и действительно спланированную работу по профориентации. Есть какие-то направления, в которых, скажем так, работа больше ведется? Ну, то есть, условно, например, краю не хватает технических специальностей, поэтому детям будет больше показывать их. Или все-таки вот веер, вот этот спектр, он достаточно, ну, то есть он по всем профессиям? Конечно же, профессии, которые ребята выбирают, они должны быть связаны с тем, что они видят вокруг себя. Не потому что мы показываем то, что есть в Хабаровском крае, а потому что они живут в этом крае, они его любят, дорожат, ценят то, что есть здесь. Мы показываем те предприятия, которые есть в Хабаровском крае. Но нельзя сказать, что это вот какой-то узкий набор профессий, которые востребованы, и только их мы показываем ребятам. Безусловно, нет. В первую очередь, профориентация всегда связана с тем профильным предметом, который ребенок для себя выбрал как приоритетный. Профориентация в классе, где предмет химии и биологии является ведущим, профориентация в классе, где будет выбрана физика-математика или физика-информатика, совершенно разный набор событий. Поэтому профориентация всегда связана с теми предметами, которые ребята видят для себя как приоритетные и которыми уделяют больше внимания и в школьной жизни. Проект «Билет в будущее». Что за проект? Как долго уже реализуется и, собственно, на что направлен? В этом году ему 6 лет. Да, он такой уже взрослый проект. У него уже есть свои традиции, своя история. Безусловно, он направлен в первую очередь на показ вот того веера профессии, который ребенок должен попробовать, посмотреть, примерить на себя будущую профессию, пройти определенный круг тестирования, чтобы выявить свои наклонности, свои способности. И в этом году в проект «Билет в будущее» еще включены родители. То есть теперь они не сторонние наблюдатели этого процесса в жизни ребенка. Они вовлечены тоже в очень большое количество событий. «Билет в будущее» – это возможность примерить профессию, посмотреть на нее глазами уже работающего человека, познакомиться с теми, кто работает в этой профессии, кто в нее влюблен и может показать, что в ней хорошо, что в ней интересно. И, безусловно, это тот проект, который показывает, а зачем я хожу в школу, почему я должен учить эти предметы, зачем я каждое утро встаю и иду к своим одноклассникам, к своим учителям. Очень часто именно такие проекты проявляют у ребят мотивацию к какому-то предмету. Не только к профориентации, а вообще, в принципе, к обучению, к предмету, к школе. То есть, условно, ребенок начинает понимать, что если я хочу быть врачом, то мне нужна химия. И если я учу химию, как я ее должен знать, насколько я ее должен знать, чтобы потом в итоге поступить в мединститут? То есть как-то так это должно работать? Да, безусловно. Когда ребенок учит в школе химию или физику, а потом приходит на предприятие, ему говорят, вот смотри, мы сделали кирпич, давай проверим его на прочность. Вот есть такое количество проб, мы сделаем вот это, вот это. Смотри, что получается. Он точно знает, что изменить состав кирпича нужно знать вот этот набор предметов. Чтобы сделать пробы, надо знать вот это. Конечно, он тогда уже более осознанно подходит к изучению предметов в школе, понимает, зачем, прикладывает больше усилий, рвения к этому предмету, чем для него это что-то абстрактное. Вот если подводить итоги прошлого года по проекту, что можно сказать вообще, как дети реагируют, как родители реагируют, что он дает? Наверное, самая большая реакция и такой вот отзыв родителей, детей и школы, это когда они в этот проект заходят еще раз. В этом году в проекте участвуют более 200 школ. И большая часть их школ, больше 50% вот этих школ, которые в прошлом году тоже были в проекте, они увидели для себя значимость, поняли, зачем это, прошли первый круг, вот этот год прожили в проекте. И ребята, которые в этом году заходят в проект, в этом году их будет более 12 тысяч по территории Хабаровского края. Есть те, кто пройдут профессиональные пробы, есть те, кто пройдут тестирование. В прошлом году цифры было значительно меньше. То есть если с каждым годом мы прирастаем в количестве ребят, в количестве предприятий, которые заходят в проект, значит, он действительно нужен, и они видят, зачем, какой есть результат после этого. Мы надеемся, что в этом году, может быть, мы даже и все эти цифры еще и увеличим. Значит, мы идем, в общем-то, в правильном направлении. Вот вы сказали про партнеров, а с кем сейчас налажены связи. И из числа работодателей, как вы видите реакцию работодателя? Потому что одно дело, когда работодатель берет на практику или приводит к себе студентов, которые условно через год-два уже могут выйти на работу. То есть срок не очень большой. Другое дело, когда это школьник шестого-седьмого класса, и тут растягивается эта история. Да, действительно. Наверное, будет не очень правильно озвучивать прям те предприятия, которые есть в проекте, потому что их очень много, с каждым годом становится больше. И да, иногда они говорят о том, что они могут и не остаться на территории Хабаровского края. Выбрать вуз или СПО в другой территории, вернуться, не вернуться, тоже выбор каждого ребенка свой. Но понимая, что привлекая интерес ребенка к предприятию, к профессии, ведь мы вовлекаем в это не только одного ребенка. Он расскажет кому-то в классе, расскажет родителям. И таким образом мы сможем как можно большим ребятам дать возможность этого выбора. Тем более, придя на предприятие, ну это на самом деле такая очень, получается, правильная проба. То есть я не только узнала, я не только услышала, но я прошел ногами по предприятию, посмотрела на завод, на цех, на то, как работают коллеги, как работают рабочие, инженеры, еще что-то. И это, конечно, совершенно другая реакция на профессию, другая реакция на предмет. И предприятия сейчас все больше и больше увлекаются в этот проект. И спасибо им огромное за то, что это теперь не только экскурсия, да, прийти посмотреть, но это и мастер-классы, это пробы. Поэтому их больше, они намного глубже увлекаются в проект, значит, они чувствуют его значимое. Вот вы несколько раз упомянули слово пробы, да, профессиональные пробы. Что это такое и какие профессиональные пробы, собственно, влияют на выбор ребенка? То есть что он делает руками? Профессиональные пробы – это когда я прихожу и выполняю какую-то маленькую, да, может быть, там, неполную, да, функцию, но того человека, кто работает на этом предприятии. Не имитирую эту деятельность, а прямо проживаю цикл вместе с рядом со взрослым. Я прихожу, ну, давайте такой самый, наверное, простой пример, да, я прихожу в магазин, и я встаю вместе с продавцом и вместе с ним консультирую покупателей, показываю, что-то рассказываю. Я прихожу на завод, который строит самолеты, я подхожу вместе со взрослым к тем станкам, которые возможны, и вместе с ними делаю определенный набор операций. То есть это действительно проба, это правда потрогать руками и влюбиться в профессию через вот такую тактильную уже вещь. Преподаватель школьный может ли стать навигатором в этом проекте? Что ему для этого нужно? И сможет ли он совмещать? Все-таки быть преподавателем педагогом в школе тоже по времени занимает достаточно много. Педагог-навигатор – это любой педагог, кто изъявил желание. Безусловно, как правило, это классный руководитель, у которых есть свой класс, потому что очень всегда хочется ребятам помочь с их выбором, подсказать и сделать это правильно. Это психологи, социальные педагоги. Очень большой спектр тех, кто готов стать педагогом-навигатором. Это не дополнительный пласт работы, не дополнительные часы, это просто правильная работа с ребятами на классных часах, на часе профориентации, которая есть сейчас в программе «Каждая школа». Это такое осознание того, что мы и так делали, но теперь мы это будем делать на другом уровне, с другим пониманием того, что я делаю, с выстроенным планом работы. В прошлом году у педагогов-навигаторов было около 100. В этом году уже сейчас на платформе их больше 300. То есть педагоги регистрируются сами, это их выбор, значит, они тоже понимают, что это важно, нужно, и хотят приобрести новый навык для себя. Ну это вот, наверное, всё-таки показать детям. Очень часто сталкиваешься с тем, что ребёнок говорит, да мне математика в жизни не пригодится, или мне такой-то предмет в жизни не пригодится. Вот, наверное, показать ребёнку пригодится, и вот для чего. И тогда уже, когда есть прикладная какая-то история, уже проще. Вот в сентябре стартует новый сезон, будет ли чем-то отличаться в этом году проект? Что-то новое может быть? Конечно, каждый год проект меняется, он становится интереснее, он становится более таким насыщенным. И в этом году самое главное – это та часть, которая вводится родителям. Роль родителей стала намного более значима и видна в проекте. А сейчас очень много тех активностей, которые нужно будет сделать не отдельно, родителям и отдельно ребёнку, а вместе. Мы вместе садимся, что-то проговариваем, проходим тесты, обсуждаем. Это очень важно, да. И родители вовлекаются в эту работу, и дети чувствуют поддержку. Ещё очень важно в этом году то количество проб, которые будут на предприятиях, и то количество экскурсий, которые будут на предприятиях, тоже в разы больше. И спектр предприятий совершенно другой. Очень много разных сфер задействовано. Ребёнок действительно может выбрать то, что нравится, то, что интересно. Фестиваль проекта «Билет в будущее». Что это такое? Кто участвует? Кто может участвовать? На какой площадке? Это всегда такая концентрация всех интересных вещей, которые есть в «Билете в будущее» в одном месте. Это будет осенью. Площадку мы скажем чуть позже, пока это такая интрига. Каждый раз это разные площадки. Можно будет прийти в одно место и в один день, в течение двух часов пройти большое количество проб. Познакомиться с большим количеством предприятий, СПО, вузов в одном месте. Не растягивая это на долгий срок, да, вот прийти вместе с классом, с педагогом, с родителями и попробовать таких вот экспресс-мастер-классов большого количества. Вход свободный? Конечно. Ну, то есть любой желающий может сам не только с классом, но и вот самостоятельно с родителями. Да. Ежегодно проходит такое мероприятие на территории Хабаровского края, потому что Министерство образования и науки Хабаровского края всегда в приоритете ставило профориентацию. На самом деле это очень важно для ребят. И в этом году это будет в рамках «Билета в будущее», в прошлом году это было в рамках регионального проекта. Это был Оперфест, он есть ежегодный, но вот в этом году он будет в рамках этого проекта. Да, вход абсолютно свободный, можно прийти с классом, с родителями, одному посмотреть, познакомиться с теми, кто работает в этом ИСПО, в этом ВУЗе, задать правильный вопрос, узнать что-то и сделать свой выбор. Что ж, спасибо вам огромное за беседу. У нас в гостях была Ольга Хмара, первый проректор Хабаровского краевого института развития образования. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте. хабаровск.тв.ру Я, Виктория Зыкова, прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»